Здарова всем ребят, в сегодняшний выпуск у нас будет обо всем и ни о чем одновременно, смотреть или не смотреть, принимайте уж решение самостоятельно. Ну давайте вот с чего начну. Мне на стримах многие приходили, спрашивали, что там по Code for Game, танки оттуда еще не ушли, ну и вообще, по-моему, не планируют уходить. Но коробок там целый месяц не было, и вот ко мне уже пришли ребята и говорят, слушай, а на Code for Game-то коробочки-то завезли. Ну и у тех, кто вообще не в курсе за Code for Game, сейчас вопрос, типа, с какого-то лешего я должен покупать коробки дороже, чем они у Лесты стоят, да? И с какого-то лешего я вообще должен приобретать коробки на каком-то левом сайте? Ну, во-первых, не должны, во-вторых, сайт официальный, вот, там можно не за ту цен, которая указана, а, допустим, там одна коробка, по-моему, я успел увидеть, 2 рубля стоит. Вот, остальное можно закрыть тупо бонусами. Ну, опять же, я читаю ваши комментарии, кто-то пишет, да эти же бонусы, типа, можно на какие-то полезные вещи потратить. Да ведь базары нет, тратите, просто кто-то считает, что приобретение коробок это тоже полезная трата, бонусы. Поэтому, если для вас это было актуально, многие просто меня терроризировали, а завезут вообще коробки на КФГ? Завезут? Нет, вот, докладывают, завезли. Единственное, что я здесь хочу отметить еще, помните, я видос о сохранении вашего аккаунта выпускал? Я там один маленький момент не учел, сегодня Леста, кстати, выпустил прямо на официальном портале практически все то, о чем я рассказывал, ну, чуть в более, скажем так, скромных вариантах. Они там не говорят о том, что многие люди создают аккаунты на почту, от которой уже давно забыли логин, пароль, и даже не на свое имя ее и регистрировали, а просто на абрукадабру какую-то. Вот, они как бы, ну, об этом не пишут, ну, я вас об этом предупредил. Так вот, к чему. Я забыл в том видосе еще один способ, как вам, ну, все потерять, рассказать. Это когда вы где-то приобретаете, например, ту же самую голду со скидкой, да, потому что чаще всего таким образом деньги отмывают, ребят. Просто лишний раз вам напоминаю, допустим, вы там за полцены голду где-то приобретаете, она к вам реально на аккаунт придет, только вот ее оплачивают с ворованных карт чаще всего. А потом пользователь, ну, настоящий хозяин этой карты говорит, а я этот платеж не совершал, банк отзывает, и вам блокируют аккаунт до тех пор, пока вы всю стоимость этой голды лести не компенсируете. То есть вы отдаете деньги злоумышленникам, да, которые кидают вас, и вы еще становитесь соучастником этого преступления. Плюс еще потом лезьте должных денег за то, чтобы, ну, компенсировать ту голду, которую вы бы и так, и так бы у нее приобрели. То есть просто держите это в голове, лучше не экспериментируйте. Отвлекся, но это, поверьте, действительно многим очень актуально. Сегодня, ребята, если вы смотрите 27 декабря, вы сегодня еще можете успеть активировать себе один день танкового премиум аккаунта из снегопада, как он там, снегопада подарков. Завтра, ну, кому интересно, можно будет получить оттуда 50 единиц метеоритного железа, сыграв один бой. А послезавтра можно будет получить облики экипажа, тоже сыграв один бой. Ну, для этого, конечно, в этом снегопаде подарков надо все это прокликать, активировать. День премиум аккаунта дают просто так, за то, что вы кликнули, поэтому не пролюбите. И сегодня, кстати, 27 декабря до 12 часов ночи по Москве вы еще можете успеть активировать бонус-кодик, который даст вам возможность принять участие в розыгрыше 250 призов на стриме от Лесты, который состоится 29 декабря в 18 часов по московскому времени. Там у них и турниры, и музыкальные конкурсы, и какая-то готовка запланированная, и бои, и все остальное. В общем, ну, они на своем портале официально это объявят, просто если вы еще не активировали кодик, у вас прям осталось буквально пару часов, если вы смотрите уже это в среду, то, ну, сорян, если вы не успели, то все, в пролете. Я об этом несколько раз предупреждал. Все ссылочки вы, конечно же, в описании к этому ролику найдете, если оно вам надо, конечно. Теперь, ребят, немного отвлечемся от основного сервера. Заглянем на общий тест. Я сегодня покатал в Европе, в РУ-регионе нет. В Стального Охотника поиграл, там разработчики обещали ребаланс некоторых танков, ну, там тот же самый, блин, Бэйджонг, или как он там называется. Вот этот вот танчик подтянули, вроде как по ХП на ранних стадиях развития. Но я поиграл, знаете, ну, как был, на мой взгляд, слабым в начале, так и остался. Конечно, в конце это, конечно, мощная машина, там, с большой альфой, с хорошим пробитием, но вот в начале что-то прямо мне не особо зашел. Ну, это как бы, может быть, еще не раз пробовал, все-таки это общий тест, и там, ну, не все, так скажем так, гладко и адекватно, да, и выборка игроков не самая лучшая. Также, я вам об этом раньше не рассказывал, но на общем тесте произошло парочку интересных изменений техники, которые планируются только для добавления супертестером. То есть, прям, даже очень сильно, я бы сказал, роль техники, ну, блин, даже не знаю, как это правильно сказать. Подход к будущему геймплею изменился. Вот начнем с японской будущей премиум ПТшки. Type 5, Huto, кажется, она называется. В общем, вот она вот сейчас будет на экранах. Самое главное, что у танка изменилось, на мой взгляд, помимо, помимо, ребят, это не единственное, помимо того, что ему перезарядку орудия увеличили на секунду, да, время сведения увеличили на 0,2 секунды. Соответственно, из-за этого скорострельность упала. Бронепробитие основным снарядом было снижено с 265 до 252, что для прем 8 уровня ПТшки, в принципе, неплохо. Но самое интересное, что у этого же снаряда на дистанции, как вы знаете, у нас у снарядов бронепробитие падает, так ему на дистанции с 238 до 239 бронепробитие на расстоянии в 500 метров подтянули даже. То есть с дистанции ПТшка будет пробивать лучше, чем было в прошлой итерации. Но это не самое главное. Я, как я сказал, раньше у этого танка было два геймплея. Либо обычные снаряды с большим пробитием, но маленькой альфой, либо голдовые снаряды с маленьким пробитием, 230, но альфой не 500, а 570. Так вот, сейчас эту полностью убрали концепцию и осталось только, как обычно, обычные ББшки и голдовые ББшки, у которых пробитие не 200. 30 стало, а 298, считайте, 300. Ну и на дистанции 280. То есть это хорошее пробитие на восьмом уровне у голдовые. Ну и альфу порезали с 570 до 500. В остальном танк не трогали, то есть по динамике, по всему остальному он остался таким же, каким мы его видели до этого. Еще пара машин претерпела изменения. Ну я вам быстренько по ним прибегусь. Это китайские тяжи. У китайца с барабаном, это не ветка новая, ребята, это вот что-то типа акционной машины, да, как ЧИФ и все остальные, может, за ГК даже будет. Вот, увеличили время перезарядки барабана с 31 секунды до 38. Вот все изменения, ДПМчик снизился, но барабан на 3 снаряда. Эта машина, если я не ошибаюсь, ну блин, она пока только тестируется, то есть в ближайшее время ее ждать не стоит. Но такие танки могут из АГК выйти, например, на летнем ивенте или в следующем году. Ну и еще один китайский танк 9 уровня с обычной цикличной пушкой лишился бесконечной ремки. Ну, за которую не надо платить, которая у всех акционных танков 9 уровня присутствовала. То есть этот танчик у нас, скорее всего, будет премом 9 уровня. Ну, а характеристики вы его можете посмотреть прямо сейчас на экране. Ранее он был, ну, в статусе акционный, если я не ошибаюсь. В общем, вот такие вот новости на сегодняшний день. Надеюсь, было интересно послушать, посмотреть. Бой интересный. Если это так, прожмите лайкосик, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До свидания.